Межрайонная налоговая служба по Архангельской области и Неницкому округу напоминает гражданам о необходимости уплаты налогов физических лиц за 2018 год. Срок уплаты земельного, транспортного и имущественного налога не позднее 2 декабря текущего года. 16 тысяч налоговых уведомлений межрайонная инспекция уже отправила адресатам как через почту России, так и в электронной форме. Общая сумма сборов в этом году составит порядка 47 миллионов рублей, что на три больше, чем годом ранее. Это земельный, транспортный и налог на имущество. Оплатить их с этого года можно и при помощи единого налогового платежа, который является аналогом электронного кошелька. В этом году свои налоги можно заплатить по квитанциям, по налоговому уведомлению, в котором у нас указан штрих-коды и QR-коды об оплате налогов. Но также можно в этом году воспользоваться уплатой единого налогового платежа. Доступ к нему можно получить через личный кабинет налогоплательщика. То есть можно внести денежные средства в виде авансового платежа. И по сроку уплаты с этого электронного кошелька уплата налогов спишется автоматически. Через почту России уведомления получат 12 тысяч жителей округа. 500 из них уже оплачены в почтовых отделениях. В настоящее время квитанции об оплате вместе с заказным письмом почтальоны приносят на дом. В ближайшее время планируется, что и оплатить можно будет дома. Одно из новшеств, которое мы хотим в ближайшее время запустить, это то, чтобы вот эти налоговые письма по возможности клиент сразу оплачивал на месте. То есть у нас будет специальное мобильное устройство, которое почтальон будет носить с собой и предлагать клиенту прямо на месте оплатить налог. Если по каким-либо причинам налогоплательщик не получил уведомления за месяц до наступления срока уплаты, то ему следует самостоятельно обратиться в налоговый орган по месту жительства. Сейчас это можно сделать и в выходные дни. 7 и 21 сентября и 5 и 19 октября. Время работы с 10 до 15 часов.